Вопрос задала одна из участниц клуба «Тело мечты». Она спрашивала о детоксе. Вопрос звучит вот так. Я в последнее время везде натыкаюсь на такое понятие, как детокс. Уже кучу всего перечитала. Мне вот интересно мнение Оксаны. Насколько это нужно и полезно? Я думаю, все мы слышали о детоксе. И после очередного жора или какого-нибудь другого повода мы думаем, как же нам очистить наше тело. Благо, медиа и реклама всегда напомнят нам о том, что есть возможность делать детокс. Причем всевозможных программ детокса и сценария довольно-таки много. Не знаю, сколько из вас пробовали эти программы. Я купилась на некоторые из них и, к сожалению, к своему попробовала. И теперь я бы хотела вам рассказать и поделиться своим опытом, что же такое детокс, стоит ли его делать и вообще, как это все выглядит. Что же пытаются продать нам в программах детокс? Обычно это очистка печени или почек от токсинов. Естественно, я не хочу спорить ни с кем. Наш мир – очень токсичное место. И мы каждый день встречаемся с большим количеством токсинов из нашей еды, из окружающей среды, из химических веществ, из таблеток и всего остального. Но стоит всегда помнить, что наше тело – очень эффективная машина. Мы так созданы, чтобы наше тело само могло справляться с окружающими нас токсинами. Почки и печень отлично справляются с тем, чтобы выводить из организма эти токсины. Наш желудок и пищеварительная система не самая короткая, что опять-таки помогает нашему телу справиться продуктами метаболизма и вывести их из тела. Также программы детокса обычно рассказывают нам о том, что за несколько дней вы сможете избавиться от незначительного количества килограммов и обещают, что у вас улучшится кожа, улучшатся ногти, улучшатся волосы, повысятся энергетические уровни, также, что вы сможете лучше спать и вообще полная легкость в теле. Как же это получается? Обычно программы детокс – это очень низкокалорийные диеты. И это даже не просто диеты, это очень строгие диеты, которые либо составлены на одном продукте, либо включают в себя много мочегонного или слабительного, что, в общем-то, держит нас около туалета долгое время. Если вы пробовали, вы знаете, о чём я говорю. Есть несколько программ, которые предлагают вам в течение недели, например, пить сок. Я могу вам точно сказать, что это совершенно нездоровое питание, и это далеко не поможет вам не похудеть, ни тем более обрести хорошую кожу и волосы. Дело в том, что такие низкокалорийные, короткосрочные диеты и добавки, которые прилагаются к ним, чаще всего вводят из организма воду. И если это длится более нескольких дней, даже начинают использовать пищу наши мышцы. За 5-7 дней мы можем действительно уменьшить количество своих мышц. Это похудание, которое обещается благодаря детоксу, случается из-за того, что слабительное и мочегонное выводят воду, и потому что наш организм, не имея возможности получать белок откуда-либо, или другую еду, начинает использовать мышцы как питание. Всё это, я думаю, не звучит как здоровое питание, и мы точно не хотим этого делать. Так что все короткосрочные диеты и детокс-программы, которые так называются, следует отложить. Но у меня есть для вас несколько рекомендаций, которые помогут вам избавиться от токсинов в теле и обрести это чувство лёгкости, хорошего настроения и всеобщего отличного самочувствия. Итак, что же нужно делать, чтобы добиться этого? Во-первых, если вы занимаетесь и тренируетесь, это в некотором смысле тоже стресс для вашего тела. Поэтому, когда вы хотите немножко дать своему телу отдохнуть, постарайтесь взять недельку отдыха от интенсивных тренировок. Вы можете делать лёгкое кардио, небольшую растяжку, но ничего слишком сильного. Номер два. Едим простую еду, которую не нужно доставать из упаковки, и на которой не написан длиннющий список ингредиентов. То есть, мы делаем салаты или, если едим мясо, покупаем просто мясо и готовим его на пару или же в духовке. Без различных супер добавок, без большого количества соли, специи и свежие овощи и фрукты. Вот то, что поможет вашему организму обрести лёгкость. Если вы пьёте кофе или чай или алкоголь, попробуйте на недельку, например, убрать это из вашего питания. Вы увидите, что несколько дней, может быть, будет тяжело, но потом тело привыкнет и уже не будет желать получить эту стимуляцию от кофеина. Также есть определённые продукты, которые помогают нашей печени и почкам упаковать ненужные токсины и вывести из нашего тела. К этим продуктам относятся такие продукты, как свекла, яблоки, артишоки, клюква, морские водоросли, лимон и, например, брокколи. Также, чтобы помочь своему телу немножко отдохнуть и улучшить метаболизм, обязательно стоит высыпаться. Вы можете улыбнуться, посмеяться, но это правда. Если вы не можете ничего делать свыше перечисленного, просто постарайтесь больше отдыхать и высыпаться. Организм просто отблагодарит вас. За этим стоит не только хорошее самочувствие, но и хорошая кожа, отличные волосы, хорошие ногти. Да, для всего нужны витамины, но отдых и сон – это огромная часть этого. Чтобы уменьшить количество токсинов в теле, нам обязательно нужно избегать их или стараться избегать. Естественно, наша окружающая среда довольно-таки загрязненная, если вы живете в городе, например. Но все равно мы можем сделать кое-что, чтобы помочь себе. Например, следует избегать прокуренных помещений и выхлопных газов. Также, если вы работаете с какими-либо химическими веществами, красками или другими легко испаряющимися химическими веществами, стоит обязательно носить маску. Если вы используете химчистку для чистки своей одежды или других вещей, обязательно стоит проветрить одежду и остальные вещи после того, как вы получили их с химчистки, прежде чем вы будете их одевать или использовать в быту. Также очень важно уменьшить количество воздействия от пестицидов, если вы не можете покупать органические продукты, купив овощи и фрукты. Их можно отмочить в уксусной воде, что поможет избавиться от пестицидов. И в любом случае, если есть возможность, старайтесь покупать органические продукты, которые выращены в вашей местности. Чтобы помочь нашему телу лучше работать, нам стоит придерживаться совершенно простых правил. То есть есть натуральные продукты, отдыхать и, естественно, двигаться, чтобы все наше тело не засиживалось. И от этого у нас будет отличная энергия и самочувствие на высшем уровне. Если у вас появились какие-то вопросы, обязательно оставляйте под видео. До скорой встречи. Пока!